Вы знаете, люди совсем забыли, что до появления интернета они иногда получали в морду за свои слова. Жена сегодня сказала, надо, говорит, детей к зиме одеть. Вы знаете, я тут подсчитал, мне проще их в Турцию на три месяца отправить, чем одеть. Ванек, ну хвастайся, как там свадьба твоя прошла? Слушай, Василич, наполовину оборвалось все. В смысле наполовину? Не понял. Знаешь, я так прикинул, мне за такие деньги проще брата из тюрьмы выкупить, чем невесту. Ну правда. Ванька, ну честное слово, ну блин, ну что ты ходишь нога за ногу, а? Ну, если бы ты был этим, ягодой, Ванька, то знаешь, как тебя звали бы? Ели живи-ка. Я что-то не понял. А что это все работают? А ты сидишь и ничего не делаешь, ни хера никому, а? Игорь Васильевич. Что, Игорь Васильевич? Я человек ответственный, и если я что-то не доделываю, то я чувствую себя некомфортно. Ну, поэтому просто, чтобы избежать неловских ситуаций, я ни хера не делаю. Всем привет. О-о-о, привет-привет, автомеханик. Ты что опять на работу опаздываешь? Игорь Васильевич, будильник. Что будильник? Да сломался будильник. Послушай, Ванька, опять будильник сломался. Ты можешь хоть что-то новое придумать? Скажи, пожалуйста, а? Игорь Васильевич, вот давай как есть. За такую зарплату и будильник сойдет. Тьфу, ты переодевайся. Эх, Антош, ты знаешь, вот несмотря на возраст, у нас с женой такая романтика. Это как? Вчера, прикинь, в постели, говорит, что она чувствует себя лесной нинфой, которую соблазняет сатир. Интересно, она тебя козлом обозвала. В смысле? Сатир это что, козел? Ну, 20 лет назад так сильно обнимал свою жену, что боялся ее придушить. Сейчас настолько сильно хочу ее придушить, что боюсь обниматься даже. Ну, что у тебя тут, Антошенька? У меня все нормально. Васильевич, ты кофе будешь? Что будешь? Кофе. Антоша, ты знаешь, с каким-то странным акцентом ты произносишь слово коньяк? Ты случайно не румын? Не, Васильевич. Наливай. Знаете, что я заметил? С бабками баб найти гораздо проще, чем с бабой бабки. Если человек разлюбил, нет смысла пытаться понять, что и почему в тебе не так. Все в тебе нормально. Просто человеку нужно другое. Игорь Васильевич, сделай что-нибудь, пожалуйста, но я не могу уже. Что такое? Я с механиком твоим главным спорю. Я ему возражаю, и он мне возражает. Ну? А он меня нахер послал. Куда он тебя послал? Нахер. Подожди. Он тебя нахер послал. А ты пришел ко мне. Ты за кого меня принимаешь, а? Я теперь понял, почему женщины так хотят замуж. Ну, прикиньте, вам дают личного человека, личного человека, которому можно запрещать или разрешать всякую херню. Если после двух холодных и дождливых дней потеплело и светит яркое солнце, значит, скорее всего, наступил понедельник. Если вы хотите в чем-то разбираться, но не разбираетесь, начните разбираться, и вы разберетесь. День добрый. Добрый. Здравствуйте. Я вам звонил. А! По работе. По работе. Да, да, да. Новый автомеханик. Да. Ну, рассказывайте, что вы умеете. То, что вам надо. А что нам надо? То, что я умею. Сработаемся. Друзья, всем доброе утро. Антоша, а ты тут? Я тут. И я тут. Так, двигатель, двигатель, двигатель. Антоша, слушай. Время 10 часов, рабочий день уже закончился. Но там, короче, вот смотри, стоит Мерседес. Там надо двигатель всего лишь закинуть в него движочек. Да, там Юра... Чего? А! Ну, Антоша. Завтра так завтра. Понял. Хорошо. Собирайся, мысель домой. С понедельника по воскресенье. Нарушая привычный уют. Нарушая привычный уют. Мудаки мудакам наставления. Как не быть мудаком раздают. Умирают, значит, 100 женщин. И оказываются перед вратами ада. Люцифер. Дорогие женщины. Сделайте, пожалуйста, шаг вперед те, кто выносил всю жизнь своим мужьям мозг по причине и без. 99 женщин сделали шаг вперед. Люцифер. Да, да, да. И вот ту глухую тоже толкните кто-нибудь. Ну, что там? Проблемы в личной жизни? Устройся на две работы. Нет личной жизни. Нет проблем. Василий. Да. А ты благотворительностью занимаешься? Конечно, занимаюсь, Антошенька. Занимаюсь. Всю зарплату своей жене отдаю. Тоша, слушай, ты представляешь, у меня кум просто гений. Знаешь, что он сделал? Ему, короче, надо было вещи доставить из одного города в другой. А через почту очень дорого. Знаешь, что он сделал? Он, короче, разместил все вот эти свои вещи на Авито и купил их сам же у себя. А доставку оформил через Авито за 49 рублей. Что там у тебя? Ну, что, Василий. Стану-ка я, наверное, самозанятым. Серьезно? Да. Короче, ты хочешь быть начальником и дураком одновременно, да? С чего это? Знаете, отпуск – это такое время, когда на работу ты можешь приходить, когда захочешь. Ну, что ты, Антошенька, заказал запчасти уже? Да что, Василий, так время на работе тянется. Вот вчера с мужиками сидели, выпивали. Знаешь, как время пролетело? Блин, я знаю, конечно. Вот на работе бы так быстро время летело. Так это что? На работу водку брать надо. Все, понял. Ну, что ты, Антошенька. Что это? Э, мужик. Ты что здесь лежишь? Ты что здесь лежишь, мужик? А мне врач сказал. Что тебе врач сказал? Лежать ты уже на заде? Мне врач рекомендовал один час в тренажерном зале быть. Так, может, подозрелся? А я что? Антоша, Антош, скажи, пожалуйста, вот такой вот вопрос у меня. Вот как ты следишь за своим лицом? Слежу так, чтобы по нему не били, Васильич. А вот так вот? Антош, ну что тут у нас? Все крутится? Все вертится? Все нормально? Вертится второе дело. Ага, давай, давай. Ты мне вот скажи, как ты к новой моде относишься? Какой? Присутствует при родах. Знаешь что, Антошенька? Увольте меня, пожалуйста. Я по старинке предпочитаю быть при зачатии. Старомодный ты, Васильич? Ну, какой есть. Викторович. Слушай, а что ты такой грустный целый день, а? Да как тебе сказать? Да вот, жена ушла от меня. Да ты что? Да. Я, представляешь, без копейки оставила. Ты знаешь, меня жена тоже оставила без копейки. Да. Но не ушла. Так что ей еще повезло. Добросовестные сотрудники должны пить на рабочем месте в открытую. Да. Для того, чтобы руководитель понимал, что имеет дело не с придурками, а слегка подвыпившими профессионалами. Правильно. Викторович, послушай, ты когда на работу приходил наниматься, ты мне сказал, что тебе сорок с половиной лет. Ну, так так и есть. То есть, сорок пять получается. Нет. Сорок и еще половина. Ну, итого шестьдесят. Математику надо было учить. Викторович, слушай, ты меня, конечно, извини. Ну. Ну, вот объясни мне, пожалуйста, как, как ты пьешь водку стаканами, а? Так, из ведра же неудобно. Че ты меня звал? Васильевич, ты меня вот, конечно, извини, но я уже полгода не получаю премию. Извинения приняты. Работай дальше. Викторович, ты вот человек взрослый и умудренный опытом. Вот скажи мне, пожалуйста, а вот правда, что две любовницы иногда дешевле одной жены? Да по-любому. Спасибо. Ну что, твои любимые Петровы, а? Что? Помнишь, когда они приобрели новый диван? Что ты мне сказала? Я тоже. Хочу себе такой. Что я сделал? Я тебе его купил. Купил? Да. А потом, когда они купили себе новый хундайчик Солярис, ты что? Я тоже хочу себе такую же машинку. Было? Да. Было, совершенно верно. И что я сделал? Я залез в долги и купил тебе такой же хундайчик. Да? А потом, что они сделали? Они полетели в Турцию. В Турцию отдыхать. В Турцию они полетели. Я устроился на три работы. На три работы устроился, чтобы купить такой же тур и уехать в Турцию. А сейчас, что мне делать, любимая, скажи? А что, они что-то приобрели? Они приобрели, да. У Петрова новая жена. А. Б. Что мне делать? А. Как будем стричь? Как будем стричь? Говорят, новая прическа, это новая жизнь. Ну что, на лосо? На лосо. Самое сложное при походе в парикмахерскую, это смотреть на свое лицо 30 минут. И не впасть в депрессию. Знаете, как взбесить жену? Сесть вместе с ней на диету. Из солидарности. Ты худеешь, а она нет. Готова. Игорь! Знаешь, что я хочу тебе сказать? Жизнь, это тебе не осетрина. Нет, не семга. И знаешь, что? И не красная икра. Жизнь, мой дорогой, это килька. Ну, максимум хек. Да. Ты с кем там разговариваешь? А, я, дорогая, кота жизни учу. Илья, слушай, у тебя же скоро свадьба? Ага. Хочу дать тебе один дельный совет. Вот, когда тебя ругает жена, не вздумай, Илья, никогда затыкать уши. Почему? Ну, потому что можешь не услышать свист половника над головой. Да-да, Илья. Илья, я давно хотел тебя спросить. А почему ты работаешь сидя, а? Слушай, Васильевич, я пробовал лежа работать. Неудобно. Тьфу, ты... Знаете, что я хочу вам сказать? Деньги, они как кислород. Да, мало денег, задыхаешься. Много денег, голова кружится. То, что твое тело – это храм, понимаешь только тогда, когда вовнутрь требуются свечи. Ох, чертов геморрой. Женщина, она, знаете, как заварка. Да, вот ты никогда не узнаешь ее крепости, пока она не закипит. Водка – это уникальное лекарство. От одних болезней ее нужно пить, от других болезней ее нужно не пить, а от некоторых растираться. Илёх, ты чего такой грустный сидишь? Ну, Васильевич, кажется, я заболел. Заболел? Значит так, слушай. Есть уникальное средство от всех болезней. Называется водка. Водка. Болит желудок – водка с солью. Заболел, поднялась температура – водка с перцем. И все. А если душа болит? А если болит душа – водка с сексом. И все решается. Спасибо. Пожалуйста. Илья, ты, пожалуйста, вот туда установи какую-нибудь коробку. И не расточительствуй. Искры собирай. Да, мы их потом отправим на переработку. Хорошо? А я думал, на Новый год отправим на кейерверки. Ну, кстати, очень хорошее. Спасибо тебе огромное. Да, молодец. Хороший. Блин, ты что, издеваешься надо мной, а? Что случилось, Игорь? Что случилось, честное слово? Блин, клиент уже звонит. Когда будет готова моя машина? Игорь Васильевич, начинайте принимать горячий душ. В смысле? Практикуйтесь гореть в аду, в смысле? Не, 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 не.